МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Ростовскую область. Они распределены между муниципальными образованиями в зависимости от потребности. Как сообщает сайт правительства региона, в настоящее время лечебные учреждения получают ее на уполномоченном складе. Поставки вакцины в регионе осуществляются централизованно за счет федерального бюджета и по распределению Минздрава РФ. Всего с начала массовой вакцинации в регион поставлено более 57 тысяч доз вакцины. В основном это российские препараты «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Переходим к статистике по коронавирусу. 347 заболевших выявлено в Ростовской области. Выздоровело 393 человека, скончалось 27. Почти 7 тысяч человек продолжают лечение. Лидеры по региону среди городов – Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск. Среди районов – Азовский, Никлиновский, Егорлыкский. Всего же по России больше 15 тысяч человек заболело. Выздоровело почти 22 тысячи, скончалось 553. Больше 410 тысяч продолжают лечение. Региональный Минспорт наделить дополнительными полномочиями, а волонтеров-медиков, работающих в красной зоне, поддержать. Изменения в областной закон, а также текст обращения к министру здравоохранения России рассмотрели на заседании Комитета по молодежной политике Донского парламента. Заседания Комитета начали с приятного. В этом году вручили награды победителям конкурса «Лучший молодежный парламент Ростовской области» 2020 года. Первое место среди городских молодежных парламентов занял Новочеркасск, а лучшим районом оказался Красносулинский. Благодарственные письма законодательного собрания вручили и волонтерам-медикам за их вклад в борьбу с коронавирусом. О волонтерах-медиках, работающих в красной зоне, пойдет речь и в обращении донских депутатов к министру здравоохранения России. А именно предложение разрешить при поступлении в ординатуру суммировать баллы за работу в красной зоне и любую другую волонтерскую деятельность. На сегодняшний момент этой возможности у студентов-медиков пока нет. При поступлении 20 баллов просто за волонтерскую деятельность и 20 баллов за работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, они суммируются. И студент имеет в итоге 40 баллов, которые может предъявить при участии в конкурсе на поступление. А если он отработал в красной зоне, то он получает 30 баллов и все. Несмотря на любую другую волонтерскую деятельность, на наш взгляд это несправедливо. Студентов, которые готовы идти в красную зону, которые уже чувствуют себя врачами, их обязательно нужно поддержать. Также депутаты единогласно одобрили поправки в областной законопроект о физической культуре и спорте. У регионального Минспорта появится полномочия проводить соревнования международного и всероссийского уровня для учащихся в рамках школьных и студенческих либ. До недавнего времени Министерство спорта не могло финансировать эти мероприятия. Хотя, конечно же, студенческий спорт точно так же активно и школьно развивается на территории нашего региона. Теперь мы можем и студентов, и школьников не только организовать для них мероприятия, но и с самого юного возраста растить спортсменов. И еще Минспорт сможет самостоятельно утверждать программы развития отдельных видов спорта, наиболее популярных в регионе. Поправки будут приниматься на заседании Донского парламента. Елена Оребжанова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Дорога к дому на тракторной 48 в Донской столице станет бесплатной для жильцов раньше, чем планировалось. Информация публикована на сайте администрации Ростова-на-Дону. Согласно сообщению, бессрочный публичный серветут на дорогу ведут через месяц вместо заявленных ранее 53 дней. Напомним, участок на пути к многокарактерному дому находится в частной собственности. Предприниматель объявил дорогу платной, установил шлагбаум и тарифы за проезд. На полигоне Кадамовский стартовали первые в этом году учения мотострелковых подразделений. По легенде, роты были подняты по тревоге и совершили марш-бросок в район скопления солдат условного противника. Для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерии и танков, а также в интересах разведки, использовались беспилотники. В учениях задействовали 300 мотострелков и четыре десятка единиц вооружения и военной техники, в том числе танки и артиллерию. Первым в Ростовской области экспертом WorldSkills в компетенции лечебное дело стала педагог Людмила Водопьянова. Почти 30 лет она учит школьников в Центре профориентации фельдшерскому делу, а многие ее ученики связали свою жизнь с медициной. Это Максим. Он помогает юным фельдшерам освоить такое сложное и нужное умение, как сердечно-легочная реанимация. Если на датчике загораются зеленые лампочки, все идет как надо. Если человек находится на улице без сознания, у него нет пульса, нет дыхания, он нас позволяет увидеть, как правильно мы располагаем голову, не задохнется ли человек во время этой операции. В Оксайском районном центре профориентации в рамках волонтерского проекта «Готов к добру» действует мастерская «Сам себе доктор». Здесь ребята узнают азы медицинской профессии, что в дальнейшем в прямом смысле может дать им путевку в жизнь. Волонтеры, которые зарекомендовали себя, получают целевые направления в наш Ростовский государственный медицинский университет. Практически 100% поступления. 11-классник Дмитрий Чаус таким преимуществом воспользуется уже в этом году. Мечтает стать неврологом или стоматологом. Чуть больше времени перед поступлением у Кати Леоновой. Она сейчас в 10-м. Думает о совмещении полезного с прекрасным. Я хочу в будущем быть врачом-косметологом, высококвалифицированным. То есть это как мечта, это как то, к чему я стремлюсь. Всем им лечебное дело преподает старший педагог Людмила Водопьянова. Она работает в центре почти 30 лет. По первому образованию Людмила Николаевна – фельдшер. А сейчас еще стала и первым в Ростовской области экспертом WorldSkills по данной компетенции. Под ее руководством эта компетенция будет развиваться. И мы планируем, что в следующем году в рамках регионального чемпионата это компетенция тоже будет представлена. Союз молодых профессионалов все-таки нацелен на развитие, на привлечение внимания к рабочим профессиям. То, что очень важно, у нас существует проблема в регионе – это нехватка младшего медицинского персонала, среднемедицинского персонала. Центр профориентации Оксайского района – единственное в Ростовской области некоммерческое образовательное учреждение, где сохранилась и постепенно развивается работа по профориентации школьников. А присоединение учебного учреждения к международному образовательному движению WorldSkills дает возможность регулярно принимать участие в региональных чемпионатах по разным направлениям. Как результат, донские молодые специалисты становятся востребованы в ведущих инновационных компаниях страны. На данный момент у нас можно попробовать себя, пощупать профессию. Если это связано со стандартами WorldSkills, это 14 компетенций. В компетенции «Лечебное дело» под началом Людмилы Николаевны свои первые шаги сегодня делают больше сотни старшеклассников. Изучают профессию методом полного погружения. Подкрепляют полученные в центре знания практикой в больнице. А инновационный подход педагога-эксперта уже помог большинству ее учеников сделать лечебное дело не только своим призванием, но и профессией. Валентина Малащицкая, Алина Николаева, Сергей Вишняков, Дон-24, Оксай. Уникальные разработки смогут упростить и систематизировать работу сельского хозяйства. В Ростове-на-Дону провели конференцию «Цифровое земледелие» и презентовали цифровые продукты для агропредприятий. Управление тракторами и комбайнами с помощью смартфона еще несколько десятилетий назад казалось чем-то фантастическим. А сельскохозяйственный труд считался одним из самых тяжелых. Но такие убеждения остались в прошлом. По словам разработчиков, уже сегодня в сфере земледелия стала, возможно, полная автоматизация производства. А точный сбор данных с полей является одной из основных целей цифровизации. Если фермер и крупный ходинг будет больше знать о ситуации, которая происходит на полях, о своей технике, как она работает, сколько она потратила топлива, сколько она потратила средств защиты растений и семян, о растениях, как они развиваются, как у нее индекс вегетации. Чем больше этих данных, причем валидных данных, которые не касаются рука человека, которые актуальны, тем больше потом можно сделать выводов, проанализировать ситуацию и достигнуть лучших успехов. По словам разработчиков, начиналось все с поставок импортного оборудования. Затем полученный опыт пригодился, чтобы создать отечественные решения, базируясь на мнении российских аграриев. Многие хозяйства введят выгоду и начинают шаг за шагом осваивать цифровизацию. Мы с вами все живем в цифровом будущем, мы двигаемся к целевым, к большим проектам и большим прогрессам, мы живем в сложное время, время очень больших перемен, мы все движемся в наше светлое будущее и без цифровизации мы сейчас уже с вами никуда. Поэтому мы здесь все собрались и готовы представить некие новинки. Это очень хорошо облегчит работу, это оптимизирует даже работу и выведет на высокие показатели те или иные предприятия. Среди новых цифровых решений и система параллельного вождения с контролем опрыскивателя, и электрический автопилот, и планшетный компьютер для сбора данных с полей. Как отмечают эксперты, для эффективной работы в полевых условиях устройства должны быть достаточно прочными и надежными. Цифровая трансформация изменяет привычный уклад жизни, но зато позволяет человеку сделать гораздо больше. И в завершении выпуска курс валют. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня 73 рубля 85 копеек, евро 89 рублей 57 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрынникова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин